Разберем очередную задачу из демонстрационного варианта единого государственного экзамена 2014 года и решим мы сейчас с вами задачу B5. Найдите корень уравнения. Логарифм по основанию 3 от разности x-3 равен 2. На примере решения этой задачи повторим три способа решений логарифмических уравнений. Первый способ. Первый способ. Давайте я перепишу наш логарифм. Логарифм по основанию 3 от числа x-3 равен 2. Первый способ решения это решение по определению логарифма. Иногда еще этот способ называется операция потенцирования. То есть нахождение выражения под знаком логарифма с помощью возведения в степень. По определению логарифма число, которое находится под знаком логарифма, то есть вот эта разность x-3, будет равна, давайте сразу запишем, то есть по определению логарифма x-3 равно основанию, которое нужно возвести в квадрат, то есть числу, которому равен логарифм. Почему? Потому что логарифм, что такое логарифм? Логарифм это степень, то есть логарифм равен вот этой степени, это степень, в которой нужно возвести основание логарифма 3, чтобы получилось число x-3. Отсюда по определению логарифма мы можем записать, что x-3 это 3 во второй степени. Далее x-3 мы перепишем, равно 3 в квадрате это 9, ну и переносим тройку вправо со знаком плюс, получается 9 плюс 3, 12. 9 плюс 3, 12. x равен 12. Это и есть окончательный ответ. То есть мы нашли корень уравнения, он равен 12. Давайте решим эту задачу вторым способом. Второй способ решения задачи. Второй способ заключается в следующем. Давайте я еще раз перепишу это уравнение, а сейчас будет понятно для чего я это делаю. По основанию 3 от разности x-3 равно 2. И теперь второй способ заключается в следующем. Нужно правую часть представить в виде левой части. То есть если слева логарифм, то и справа нужно записать вот это число 2 в виде логарифма. То есть нужно каким-то образом представить двойку в виде логарифма. Для этого существует такой способ. То есть мы дописываем справа от двойки логарифм по основанию 3 числа 3. Почему именно по основанию 3? Потому что слева логарифм по основанию 3, значит и справа должен быть логарифм по основанию 3. Но поскольку этого логарифма справа не было, то мы должны взять этот логарифм от числа 3. Почему? Потому что именно это значение логарифма равно 1. Логарифм по основанию 3 числа 3 равен 1. То есть если мы эту двойку на единицу умножим, то от этого правая часть не изменится. Поэтому если мы допишем рядом с двойкой логарифм 3 по основанию 3, то от этого правая часть не изменится, потому что этот логарифм равен единице. Теперь давайте левую часть мы перепишем. Логарифм по основанию 3x-3 мы перепишем. А вот эту двойку мы уберем в степень подлогарифмического выражения. То есть тогда мы с вами получим логарифм по основанию 3 от 3 в квадрате. Далее, теперь что у нас получилось. Слева у нас логарифм остается, логарифм по основанию 3 от разности х-3. А справа у нас получается логарифм по основанию 3 числа 9. 3 в квадрат возводим, получается 3,3,9. Ну и теперь смотрим. Слева у нас логарифм по основанию 3 и справа логарифм по основанию 3. Поскольку логарифмическая функция взаимно однозначна, то вот эти логарифмы можно убрать. То есть если логарифмы по одному и тому же основанию равны, то и подлогарифмические выражения тоже равны. Отсюда следует, что мы можем записать, да, логарифмы мы отбрасываем. У нас получается, что х-3 равно 9. То есть мы как бы вот эти логарифмы что, отбросили. Если логарифмы по одному и тому же основанию равны, то и подлогарифмические выражения тоже равны. Далее. А теперь отсюда выражаем х. Чему будет равен х? Х будет равен... Тройку мы переносим вправо со знаком плюс. И у нас получается 9 плюс 3. Откуда х равен 12. Значит посмотрите, получился точно такой же ответ. Вот у нас ответ после решения первым способом. И теперь у нас тот же самый ответ получился. Вот он получился. Тоже число 12. Ну и наконец решим эту задачу третьим способом. Давайте запишем третий способ решения. Третий способ заключается в следующем. Давайте я перепишу еще раз. Логарифм по основанию 3х-3 равен 2. Третий способ решения заключается в следующем. Постольку, поскольку... Давайте перейдем от аргументов показательной функции. Что это значит? Постольку, поскольку левая часть равна правой, то любое число... Ну, больше нуля, естественно. Любое число А в левой степени будет равно этому же числу А в правой степени. Почему? Потому что показательная функция это тоже взаимно однозначная функция. А значит от аргументов можно перейти к самой функции. Если аргументы равны, то и значения функции тоже равны. И наоборот. То есть число А в одной и той же степени будет равно друг другу. Ну, я имею ввиду, эти значения выражения будут равны. Таким образом, мы возведем число 3 в левую часть и приравняем к числу 3 в правой степени. В правой части. Можно записать это следующим образом. То есть мы тройку возведем в степень логарифм по основанию 3 от х-3. То есть мы возвели число 3 вот в эту нашу левую часть. И если мы возвели в эту степень левую часть, то надо число 3 возвести еще и в правую часть. Почему? Потому что еще раз хочу повторить, что показательная функция взаимно однозначна. Поэтому от аргументов можно перейти к функциям. Либо наоборот. От показательной функции можно перейти к аргументам. То есть наоборот. Если значения показательной функции равны при одном и том же основании, То и показатели степени тоже равны Таким образом отсюда Далее что мы получаем Посмотрите что представляет собой левая часть Левая часть по основному Логарифмическому тождяству Посмотрите у нас и в основании 3 И у логарифма в основании 3 А значит по основному логарифмическому Тождеству это будет не что иное Как подлогарифмическое выражение в чистом виде То есть это будет x-3 Давайте это так и запишем То есть левая часть будет равна x-3 Ну, а правая часть равна 3 в квадрате, это 9. Правая часть равна 9. Да, давайте, кто забыл основное логарифмическое тождество, я вот здесь вот его все-таки отдельно, наверное, напомню вам. То есть, а в степени логарифм по основанию а числа b равно b. То есть, вот это основное логарифмическое тождество мы как раз только что с вами сейчас использовали. Итак, левая часть по основному логарифмическому тождеству равна вот этому подлогарифмическому выражению x-3. А правая часть 3 в квадрате это 9. Откуда мы с вами получаем, что тройку переносим вправо со знаком плюс, у нас получается 9 плюс 3 равно 12. И мы получили третьим способом тот же самый ответ. То есть, в ответ давайте теперь впишем число 12. Задача решена.